МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск новостей за неделю в студии Михаил Ермоленко. О главных событиях расскажем через минуту. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый год все ближе. Какие направления для отдыха выберут самарцы в этом сезоне? На прошедшей рабочей неделе президент Владимир Путин включил в состав Госсовета России главу Самары Елену Лапушкину, подписав указ об изменении состава участников Государственного Совета Российской Федерации. В него вошли 8 губернаторов и 2 градоначальника, в их числе глава городского округа Самара. Утверждение мэра областной столицы в составе Совета стало возможным в том числе благодаря рекомендации губернатора Дмитрия Азарова, который сам является членом совещательного органа при главе государства, возглавляя комиссию по направлению культура. Напомню, Елена Лапушкина в органах местного самоуправления трудится с 1992 года. Проработав много лет в администрации железнодорожного района городского округа Самара, с 2013 года возглавила его. С 29 марта 2017 по 13 февраля 2018 года Елена Владимировна входила в состав Совета при Президенте России по развитию местного самоуправления. В этот период, 26 декабря 2017 года, она заняла пост главы Самары. 17 апреля 2019 на 14 съезде была избрана председателем Ассоциации Совета муниципальных образований Самарской области. Возглавив ее, Елена Лапушкина представила регион во Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления. Важно отметить, что на каждой занимаемой должности Елена Лапушкина вела и ведет открытый диалог с жителями, хорошо знает сложности и возможности органов местного самоуправления, готова работать над подготовкой предложений по важнейшим вопросам развития и укрепления основ местного самоуправления. Комфортные условия для жизни тысячи людей областного центра. В Куйбышевском районе Самары продолжается строительство котельной, которая обеспечит теплом более 300 домов. Установка железнобетонных свай и монтаж колонн завершены. Реализация проекта стала возможна благодаря переходу города на новую модель ценообразования по методу альткотельной. Проверить, как идет строительство объекта на этой неделе приехали министр энергетики региона Александр Мордвинов, глава города Елена Лапушкина и представители ресурсоснабжающих организаций. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Надежность, качество услуг и комфортные условия для жителей Куйбышевского района Самары. Новая котельная обеспечит теплом более 36 тысяч человек и бесперебойную работу предприятий. Реализация проекта стала возможна благодаря переходу города на новую модель ценообразования по методу альткотельная. Мощность объекта составит 120 мегаватт, что позволит отапливать более 300 домов. Данный новый теплоисточник, 120 мегаваттный, мы строим взамен устаревшей котельной практически со стопроцентным износом, которая была построена в 1957 году, обеспечила больше 36 тысяч человек теплом, горячей водой, больше 20 объектов, из которых 35 социальных объектов. Это важно для большей части жителей Куйбышевского района. В настоящее время завершена установка всех железобетонных свай и монтаж колонн здания. Организованы работы по обвязке каркасов двух котлов. При строительстве используется самое современное оборудование российского производства. Котельная будет полностью автоматизирована. Для ее обслуживания потребуется минимальное количество персонала. И, конечно, люди почувствуют, во-первых, и качество отопления, и сроки подключения к отоплению. Убеждена, что вот то, что мы сейчас сделаем, это такой стратегический запас для Куйбышевского района крайне важный и крайне необходимый. Модернизация системы теплоснабжения в Куйбышевском районе стала возможна благодаря тесному сотрудничеству области, города и ресурсоснабжающей организации, ответственной за строительство и запуск новой котельной. Она, в принципе, закроет все запросы по теплу, выровняется гидравлический режим. И, собственно, еще и здесь планируем построить и доочистку воды, имея в виду, там ее не очень, наверное, качество, тем, чтобы уже и сеть не страдала, и котлы не страдали. Строительство объекта будут вести в ускоренном режиме. Если все пойдет по плану, то уже в конце февраля, начале марта будущего года котельную сдадут в эксплуатацию. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. В Самаре продолжается строительство станции метро Театральная. Процесс переноса инженерных коммуникаций постепенно завершается. В связи с этим в прошедший понедельник открыли движение в районе улиц Полевой и Новосадовой. Теперь водители, направляющиеся в сторону старого центра, смогут уйти с улицы Новосадовая на улицу Полевую и далее двигаться по намеченному пути. Первый подготовительный этап работ, он выполнен. Забор, который огораживал место производства работы, проходил прямо по краю проезжей части. Он ушел немножечко вот вглубь туда этого периметра. Четыре метра или одна полноценная полоса у нас освобождена, и по ней могут проехать и обычные легковые машины, и большие автобусы. При этом открывать движение для общественного транспорта специалисты не спешат. Сотрудники будут пристально следить за дорожной обстановкой, и в случае, если пропускная способность полосы позволит, сюда будет направлена часть подвижного состава. Решение будет принято в пользу удобства для пассажиров общественного транспорта. Все процессы, связанные с возведением станции «Театральная», находятся на непрерывном контроле регионального заказчика, подрядчика и мэрии Самары. Единовременные выплаты, медицинская помощь, льготное горячее питание в детских садах и школах в Самарской области продолжают оказывать необходимые меры поддержки мобилизованным в зону специальной военной операции, членам их семей и вынужденным переселенцам из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей и Украины. В правительстве региона прошло расширенное заседание Общественного совета по вопросам прав и свобод человека. В повестку включили темы, связанные с проведением специальной военной операции по защите Донбасса. Тема продолжат наши корреспонденты. Мониторинговые группы, горячие линии, видеоконференции и выездные приемы граждан в пунктах временного размещения. Это далеко не полный перечень поддержки вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины. С начала специальной военной операции по защите Донбасса в Самарской области с Донецкой, Луганской, Народных республик, Херсона, Запорожья и Украины прибыли более 2,5 тысяч человек. Людям понадобились временное жилье, медицинская помощь и помощь в трудоустройстве. Отдельно подрабатывались вопросы, связанные с несовершеннолетними гражданами, которые оказались на территории нашего региона. Все они были определены в общеобразовательные и дошкольные учреждения. Главная задача сейчас, которая поддерживается уже на протяжении долгого времени, безусловно, это образовательный процесс для ребят. Это первое, что было всегда поставлено губернатором во главу угла, это медицинское сопровождение пожилых. Это перевод пожилых людей с приобретением гражданства Российской Федерации в наше учреждение социального обслуживания. На расширенном заседании общественного совета по вопросам прав и свобод человека обсудили не только необходимые меры поддержки для вынужденных переселенцев, проживающих на территории нашего региона. Большая работа ведется и по оказанию помощи мобилизованным гражданам и членам их семей. Для этих целей по инициативе главы региона Дмитрия Азарова и военного комиссара Алексея Вдовина создана рабочая группа, в состав которой включили и уполномоченного по правам человека Ольгу Гольцову. Это позволило своевременно выявлять наиболее актуальные вопросы о социальных выплатах призыве оказания своевременной помощи. Вопросы социальной поддержки военнослужащих и их семей они сегодня так или иначе в наших обращениях, которые фигурируют, заслуживают сегодня обсуждения и оценки со стороны общественности. Самарская область делает все возможное для того, чтобы вовремя получили военнослужащие те надбавки, которые выделены губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. По инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова было принято решение о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей всем мобилизованным, а для более качественного медицинского обследования для лиц, подлежащих частичной мобилизации в зону СВО, привлекли дополнительных врачей. Кроме того, Самарская область в числе первых начала готовить социальные паспорта на каждого прибывшего из ДНР, ЛНР и Украины, для того, чтобы была возможность отслеживать судьбу каждой, находящейся на территории нашего региона семьи. В разрешении обозначенных вопросов сегодня задействованы практически все органы власти – региональные, муниципальные, законодательные, представительные, а также бизнес-сообщества и некоммерческие организации. Ольга Павлова, Константин Головин, События. Минобороны России сообщила, что организовала доставку почтовых отправлений военнослужащим, выполняющим задачи в ходе проведения специальной военной операции. Официальную публикацию разместили в телеграм-канале ведомства. В целях обеспечения пересылки личных писем военнослужащих, воинские части, в которых они проходят службу, прикреплены к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи, пишут представители министерства. Родственники солдат могут направлять свои письма, а также посылки через ближайшее отделение Почты России по адресу 103-400, город Москва, 400, номер воинской части. Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в комиссариатах по месту призыва, подчеркнули ведомстве. Военные также имеют возможность отправить личные письма домой. Для этого им предоставляются почтовые конверты и письменные принадлежности. Срок для своевременной оплаты налогов физическими лицами истек 1 декабря. За что именно надо заплатить и что будет, если проигнорировать требования закона и не успеть его исполнить за месячный срок, разбиралась Елена Чернявская. Минуло 1 декабря, а значит закончился крайний срок оплаты имущественных налогов за 2021 год. Теперь придется платить не только сам налог, но и пение. Порядок направлений налоговых уведомлений не поменялся, как раньше они рассылаются по почте заказными письмами или размещаются в электронной форме в личных кабинетах налогоплательщиков. Также гражданин может получить налоговое уведомление в любом налоговом органе, либо в МФЦ. Оплатить задолженность по-прежнему можно с помощью сервиса «Заплати налоги» или в личном кабинете налогоплательщика. Для этого достаточно ввести реквизиты своей банковской карты. Заплатить налоги также можно и по QR-коду или штрих-коду из налогового уведомления на почте в МФЦ или кассах местных администраций. Начинается 2 декабря. Должникам будут начисляться пени в размере 1,03 ставки рефинансирования Центрального банка. После этого будет информация о задолженности передана в судебные органы для принудительного взыскания. Жительница Самары Валерия Варава срок уплаты налогов пропустила. Поэтому лично пришла в налоговую инспекцию уладить все вопросы. Я была подключена к личному кабинету налогоплательщика и платила за квартиру. Но случилось так, что я забыла пароль, я не заходила просто в личный кабинет и он у меня заблокировался. Я пришла, чтобы получить платежку и вовремя оплатить. Если указанные в уведомлении налоги не были оплачены вовремя, то со 2 декабря задолженность будет расти каждый день за счет начисления пени. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате. Если должник его не исполнит, последует обращение в суд. Далее вопросом о регулировании задолженности будут заниматься судебные приставы, которые имеют право принять меры по принудительному взысканию налогов. Судебные приставы будут взыскивать за счет денежных средств, которые есть на счетах плательщика, могут наложить ограничения на регистрационные действия с каким-то имуществом. Поэтому лучше уплатить незамедлительно и не откладывать это в долгих ящиков. Кроме того, можно столкнуться с рядом ограничений. Замороженными банковскими счетами, арестованным имуществом или отказом в выезде за границу. Получить кредит в банке также будет проблематично при наличии налоговой задолженности. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. Сказка на Рождество. В преддверии новогодних праздников Самарский областной художественный музей представил выставку на тему русских народных сказок. Подробности расскажет наш корреспондент. Царственно вышагивающее по горам среди цветов и трав хозяйка Медной горы сразу же привлекла внимание зрителей. Ее холодный взгляд завораживает всех, кто заходит в зал. Полотно с изображением величественной хозяйки Медной горы выше двух метров и занимает центральное место в экспозиции. Полотна хозяйки Медной горы. То есть она является как бы центром этого мира. Она сразу заряжает и погружает нас в эту сказочную атмосферу жестокой русской сказки. Потому что русская сказка – это мир столкновения со смертью. Выставка «Сказка на Рождество» состоит из 40 работ выпускницы художественной академии имени Репина Анны Виноградовой. Работы художника не просто сказочные, они живые. Анна Виноградова продолжает традиции академического реализма Репина. Ее творчество поражает зрителей высочайшим уровнем владения кистью. Художник отдает предпочтение сюжетам из деревенской жизни, народным праздникам, сказкам и обрядам. Для меня работа со сказочными, мистическими персонажами – это такое огромное поле деятельности. То есть здесь я тоже могу уйти в символизм, в символику цвета, в символику предмета, уйти в иносказание. Картины Анны Виноградовой выглядят настолько реалистичными, что зрителю порой кажется, что предметы движутся. Прообразами сказочных героев, делится автор, послужили реальные люди. Так, например, для картины «Змеиный танец» для художника позировала исполнительница восточных танцев. Анна Виноградова по Рождеству и Новый год приехала к нам. Это очень русская выставка. Она, знаете, она такая настоящая, она теплая. Я считаю, что ее можно посещать, начиная там с ноль плюс и до самого глубокого возраста, потому что радость, оптимизм от живописи, от энергии художницы – это невозможно не почувствовать. Выставку «Сказка на Рождество» можно увидеть до конца января. Александра Гусева, Григорий Плешаков, События. Темперамент, экспрессия и эмоции, которые позволяют забыть о времени и полностью раствориться в танце. Хореограф с мировым именем Эльвира Таха провела для студентов Самарского государственного института культуры мастер-класс по джазовому танцу. На тренировки побывала и наша съемочная группа. Ритм, энергетика и изоляция тела. Известный хореограф и балетмейстер Эльвира Таха проводит для студентов Самарского института культуры мастер-класс по джазовому танцу. «Это удивительная культура, которая основывается на первой, как и в музыке, это ритмическая синкопированная структура, когда ты можешь телом синкопировать, чувствовать именно джазовую музыку через синкопы. Это сумасшедшая изоляция тела. То есть владение… Вообще джазовый танцовщик – это универсальный танцовщик. Он может называть все, потому что он включает очень много техник. Наш характер танца русский, он как бы параллельно где-то так перекликается с джазом». Эльвира Таха – хореограф Всероссийского образовательного молодежного форума Таврида и Всемирного фестиваля молодежи студентов в Сочи. Балетмейстер известных российских мюзиклов, эксперт высшей категории фестивалей в России и за рубежом. Обладатель медали и личной благодарности от президента России за вклад в развитие молодых деятелей культуры и искусства. Студентом Самарского института культуры Эльвира Таха рассказала о разных направлениях джазового танца, в том числе основах, которые уходят своими корнями в афроджаз. «Мы всегда очень мечтали именно развиваться в нашем институте. Всегда хотели, чтобы были разные направления, то есть не в одном работать, а всегда по-разному. И когда есть возможность еще от института поучаствовать в каких-либо дополнительных мероприятиях, направленных на наше развитие именно в хореографическом плане, мы всегда только «за». Мы очень счастливы и надеемся, что дальше это продолжится». «У нас работают определенные преподаватели, мы берем как бы от них определенные техники. Когда приезжают какие-то другие люди, это большой шанс получить какую-то новую информацию, изучить новый материал». Самарский институт культуры уже не первый раз приглашает авторитетных специалистов для бесплатных мастер-классов. В ВУЗе планируют сделать это традицией. «Это действительно важно для становления будущих специалистов. Они должны видеть все. Чем больше они знают, тем больше у них есть возможность выбора. Выбора того, кем они станут по окончании нашего ВУЗа. Поэтому я думаю, что все, что есть в силах кафедры, все возможное мы сделаем для того, чтобы наши студенты получали лучшие знания». Египет, Арабские Эмираты, Таиланд – самые популярные направления для зарубежного отдыха у самарцев на предстоящие новогодние праздники. Как отмечают туроператоры, стоимость туров колеблется в зависимости от продолжительности поездки, уровня отеля и направления. Тем не менее, цены немного снизились и путешествия стали доступнее. Куда и за сколько можно улететь? А также действуют ли на популярных курортах антиковидные ограничения? Выясняла Светлана Кудрявцева. Самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха на новогодние праздники у россиян станут Турция, Белоруссия, Египет, Израиль, а также Армения, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Киргизстан. Россияне также традиционно собираются в Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. У самарцев самое популярное направление зимой – Египет, курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада с прямыми вылетами из Курумача. Цены вполне адекватные. За тур где-то на 9-10 ночей, за двоих – от 73 тысяч на двоих. Дешевле вылеты, например, 22-23, когда до Нового года еще целая неделя остается. И существенно растет цена уже 120-130 тысяч, если вы хотите улететь непосредственно 30-го числа, например. Это также 9-10 дней. Арабские Эмираты, они, собственно говоря, и работали почти все, весь период. Хотя Эмираты и Египет не совсем лучшие направления для Нового года, потому что это самый холодный период в этих странах. Днем температура где-то градусов 25, и уже часов с трех начинается прохлада. То есть уже без ветровки не обойдетесь. И сказать, что это комфортное время именно для пляжных отдыха, ну на 100% нельзя. Но с другой стороны попасть в 25 градусов из наших морозов, плюс система «все включено», плюс возможность экскурсии, как раз экскурсии комфортнее посещать при такой температуре, то это прекрасный вариант для отдыха. Турция зимой тоже не курортная, но под Новый год отели готовят праздничные программы вместо пляжного отдыха, закрытые бассейны и спа-комплексы. А вот из жарких направлений самарцам доступен Таиланд. Из Самары есть прямые вылеты на 10 дней в Паттайю. Мы все за последние годы привыкли к острову Пхукет, потому что они по деньгам с Паттайой были одинаковы. Но при этом Пхукет более экзотичен. Где-то 130 тысяч за двоих – это как бы на новогодний пакет. Плюс надо сюда добавить новогодние ужины, потому что что в Египте, что в Эмиратах, что в Таиланде всегда нужно к пакетному туру плюсовать еще новогодний ужин. Это тоже дополнительные расходы. Дешевле в Таиланд, Египет и Эмираты можно улететь из Казахстана, отмечают туроператоры. Из Уральска, из Астаны, из казахстанских городов там даже есть возможность немножко сэкономить. Конечно, это немного сложно осложняться тем, что надо такси до Уральска заказать. Хотя у нас есть и надежные таксисты, которые работают в связке с туроператором. И мы уверены, что они довезут в лучшем виде. За последние несколько месяцев почти все популярные пляжные страны отменили ограничения, которые вводили в период пандемии коронавируса. Если раньше требовался сертификат на английском языке, плюс перед поездкой за три дня вы сдаете тест ПЦР-тест, то сейчас все страны, перечисленные, которые мы уже упоминали, они сняли все эти ограничения. Не нужно заполнять ни декларацию о здоровье, ни тесты сдавать, ни показывать сертификаты. Единственная страна, которая сейчас тоже доступна к отдыху, это Индия. Там пока сохраняются требования тестов, но я думаю, что в ближайшее время они тоже снимут их. Доступна для путешествий Шри-Ланка. Минздрав этой страны как раз отменил ограничения, введенные в стране в связи с пандемией коронавируса для прибывающих из-за границы. В Шри-Ланку есть прямые вылеты из Москвы и со стыковкой в Дубае, как и на Мальдивы. Цены тоже примерно от 130 тысяч рублей на двоих. Дешевле вылеты из Москвы, но нужно заранее подбирать стыковочные рейсы. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События. Здоровье планеты в руках каждого из нас. Экодвижение становится популярнее с каждым годом. Крупные корпорации стремятся переходить на безотходное производство, чтобы сберечь первозданную красоту планеты. Но что может сделать отдельно взятый человек, чтобы помочь окружающей среде, расскажет Александр Гусева. Отходы человеческой деятельности наносят вред природе ежедневно. Если работу крупных предприятий контролируют надзорные органы, то уследить за каждым жителем нашей планеты невозможно. Меж тем, многие даже не задумываются о том, как правильно утилизировать те или иные предметы. В каждом доме и офисе есть устройства, работающие на батарейках. Далеко не каждый из нас знает о том, что этот маленький элемент повседневности является особо опасным отходом и очень серьезно вредит окружающей среде. Но что же делать, когда батарейка исчерпала свой ресурс, как ее правильно утилизировать? Батарейки, как и перезаряжаемые аккумуляторы, опасны для природы и человека. В зависимости от типа, они могут содержать свинец, ртуть, цинк, никель и другие потенциально токсичные и тяжелые металлы. Выброшенные в мусорный бак батарейки оказываются в почве и заражают все, что в ней растет. Чтобы хоть немного помочь природе, нужно всего лишь отнести использованную батарейку в ближайший пункт сбора. Во многих магазинах можно встретить контейнер, где можно оставить использованный материал. Оттуда батарейки отправятся на переработку. Один из вариантов, что у нас распространено именно на территории Российской Федерации, это обычное дробление. Дробление и с помощью сепаратора идет разделение на компоненты. Соответственно, это графит, какие-либо соли, сами металлы отдельно и это уже в последующую переработку. Вещества, полученные из батареек, во время переработки можно использовать повторно в разных отраслях. Такой способ позволяет уберечь природу от негативного воздействия с наибольшей выгодой для человека. Вы не представляете, какое количество граждан среди населения нашего города, региона и страны в целом готовы проявлять гражданскую ответственность в экологическом плане. Очень большое количество готовы у себя какое-то время это накапливать и потом надлежащим образом сдавать. Конечно, правильной утилизации батареек планету не спасти, но даже это сделает ее немного чище. И, возможно, это станет первым, шагом на пути к правильному экологическому поведению, когда покупки складываются в тканевую или бумажную сумку. Из старых вещей делаются коврики, а пластиковые бутылки отправляются в специальный контейнер для переработки. Александр Гусева, Максим Гусев, Константин Головин. События. Это были главные события за неделю. Всего доброго, хороших выходных.